Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я вам покажу, как можно доехать из Болонии до Рима на ночном поезде. Так что, если вам интересно, сколько это стоит, то продолжайте смотреть это видео. Поехали! Билет можно купить вот в таких автоматах, как за наличку, так и по карте. Даже можно без контактной оплаты телефоном заплатить. Это станция, вокзал, город Болония. Я купила билет, он отправляется в час двадцать пять ночи. Я была на концерте Backstreet Boys, и он закончится поздно. Я думала, что нет ночных поездов, но оказывается, они есть. И в них есть даже сидящие, ну точнее, это нормально, что у них есть сидящие места. Также у них есть плацкарты. У нас в России ни разу не ездила на плацкартах в Италии. Поезд идет четыре часа с чем-то. Даже хотела попробовать купить билет и прокатиться на этом плацкарте. Но билет стоит очень дорого. Билет, который я купила в сидячее сидение, стоит тридцать девять евро. А вот уже плацкарт, где можно поспать, стоит сто шестьдесят девять евро. Возможно, если бы я покупала билет заранее, можно было бы купить подешевле. Но все равно это дорого, поэтому четыре часа можно поспать на сиденье. Просто ночью, думаю, сейчас ягу на плацкарте, когда еду. Потом, когда увидела разницу в цене, я понимала, что он будет стоить дороже. Я думаю, ладно. Ну хотя бы, если он должен быть сто евро, я могла бы ему заплатить. Но сто шестьдесят девять, это, блин, почти двести евро. Это слишком дорого. Также билет можно купить в приложении Терениталия. Ребята, вы знаете, что у меня сейчас получилось? Я как крутой блогер показываю вам апгрейд поезда за маленькие деньги. Вообще, понимаете, у меня была идея такая, чтобы купить этот дорогой билет и прокатиться на плацкарте в купе. Не знаю, я представляла класс плацкарт. Ну, у меня сейчас, смотрите, у меня купе. Сейчас я расскажу, как у него попало. Короче, вот одна. И я думала купить дорогой билет чисто для видео на ютубе, чтобы показать вам, как это работает. Самой было интересно, никогда не ездила в Италии. Как я сказала раньше, билет мой стоил тридцать девять евро, а билет в плацкарте стоил сто шестьдесят девять. Я не знаю, был ли это плацкарт с другими людьми, или это был отдельный вот такой купе, но разница получалась сто тридцать евро. Это было очень дорого. В итоге я прихожу, так я думаю, дай спрошу. У нас же можно, у нас бывает такое в России, что можно дать денег проводнику, и тебя могут там положить какое-то хорошее место с дополнительную плату. Ну, в Италии тут у них все строго, все по правилам. Но я думаю, да, я спрошу, и такая подхожу уже за десять минут до отправления. Говорю, а у вас есть случайно такой функции заплатить побольше? И я думала, что он ответит, возможно, есть, но будет такая же цена, как и в автомате была. И он такой начал искать, говорит, не знаю, не знаю, сейчас посмотрим, там на своем планшете что-то поискал. Говорит, ну, есть, да, нужно будет оплатить тридцать три евро. Я такая, тридцать три евро? А до этого он спросил, с другими людьми нормально ли вы отдельно хотите? Я говорю, ну, мне с другими людьми нормально. И он такой, тридцать три евро. Я такая, в чем прикол? Не поняла. Думаю, может, мне сейчас последят в какой-нибудь номер с десятью человеками, и там будет ужасное что-то. И я говорю, давайте. Мне было интересно попробовать. Потом я думаю, блин, а вдруг он скажет, нужно платить наличными, потому что это просто, как бы, ему, ну, может быть, он себе возьмет деньги. Хотя, опять же, в Италии не приняли тут брать взятки и прочее. Они всего этого очень боятся. И я такая, думаю, окей. Думаю, сейчас скажу по карте, он по-любому откажет. Говорю, а по карте можно? Говорит, да, можно. И я такая, в чем прикол тогда? Блин, что у меня карты не было, я только телефоны везде плачу. А у меня наличка все закончилась. У меня было сегодня 200 евро, но я потратила на что-то. Там, Надя, на билеты, в автомате, там, на футболку, туда-сюда. И у меня осталось там буквально 10 или 15 евро. Я говорю, да, окей, пожалуйста. Я, короче, оплачиваю. Он меня провожает в другой вагон, передает своему коллеге. Его коллега меня приводит вот в этот замечательный купе. В этот номер, блин, private room. Приводит, все объясняет. Вот тут свет, вот тут это, вот тут замок, закройтесь. Я приду, за полчаса вас разбужу, где вы выходите. Я говорю, Рома, это Тибуртина. На Тибуртина я ухожу. Если что, я в этом вагоне, в этом отсеке, если что, нужно приходить. И я такая, боже, что за VIP-обслуживание? Это было очень круто. В этом поезде стояли проверяющие люди, которым я показывала свой билет. У меня есть поезд, даже есть проверяющие, как у нас в России, с полите. Чего обычно в Италии не встретишь. Люди обычно заходят все сами на поезд. Контролер ходит по поезду, проверяет. Тут на входе проверяли билет, говорили, куда идти. Ну, документы здесь не проверяют, как у нас паспорт, там, или если у вас проблемы с документами, как обычно, или еще что-то, у вас нету вида на жительство, вы боитесь. Или у вас нету паспорта, то можно ездить на этих поездах спокойно. Но когда я пришла сюда, в это купе, он мне говорит, дайте мне ваш билет, точнее чек покажите, то, что вы оплатили, сфоткал его. И документ ваш, удостоверение личности. Я дала свой итальянский ID, он его тоже сфоткал. Так что имейте в виду, если поедете на купе, нужно предъявить документ. Но я думаю, им сойдет любой документ, даже если у вас там российские права водительские, еще что-то. Главное, чтобы был какой-то документ. А теперь обзор, смотрите, короче. Тут никого нету, я одна. Это купе на 4 человека. Так вот, получается, один лежак, второй лежак. Постельное белье, полотенчики, даже какое-то есть молоко. Smart Green. Не знаю, какой-то напиток суперполезный. Тут вот закрывается дверь на вот эти все штуки. Тут, короче, свет, можно регулировать яркость света, можно вообще его выключить. А вот тут еще есть два места сверху, можно так опустить. И вот, хоп. Настоящее купе. Оно только для меня одной. Короче, все, вышло это 72.50 мне. А сюда я ехала за 62, кажется, в общем, в сидячем поезде. Это подушка, даже она запакована. Понимаете, это одеялко. Я смогу доехать. Дари мою, поспать 4 часа, боже. Господи, я не представляла такого счастья. Может быть, вы подумаете, это какая-то глупость. Но я так рада. Во-первых, контент. Во-вторых, комфорт. Еще, когда проводник мне сказал доплатить 33 евро, я такая обрадовалась. Потом такая, мы зашли. Он начинает там что-то заполнять на своем планшете, пробивает мне. И я такой, в момент думаю, блин, а вдруг я не расслышала. Вдруг мне 33 евро. Вдруг 133 евро. Думаю, по-любому 133 евро. Белет же стоил 169. А я заплатила 39. И вот, короче, по-любому. И потом он только пробивает. И говорит, сколько там еще раз? И говорит, 33,50. И я такая, фух. Все, мне осталось спать 3 часа. Спокойной ночь. С утра пришел проводник и принес мне кофе, сахар, сок, какую-то печеньку. Представляете? Говорит, просыпайся, Рим скоро. Только спать не ложись. Прикиньте, я будь, я их не слышала. Все, приехали. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И снова было полезно. Поддержите мой канал. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok